Сегодня вас ждет очень интересный тест-драйв, потому что у меня сейчас перед глазами продукт, который просто взорвал интернет в прошлом году. Он стал фаворитом года очень многих блогеров, и до сих пор я постоянно вижу этот продукт в видео других блогеров, просто в интернете, где-то в соцсетях. И, по-моему, до сих пор еще этот продукт никто не переплюнул, потому что он находится еще на вершине славы. И я сейчас говорю о пудре RCMA, которая называется No Color Powder, и многие говорят, что это самая идеальная пудра для бейкинга, для закрепления тональной основы и, в принципе, для всего-всего-всего, что должна делать пудра. Если же вы еще ни разу не слышали об этом продукте, вы наверняка не смотрите американский YouTube, поэтому с ним еще не сталкивались, но усаживайтесь поудобнее, потому что это очень интересный экземпляр. Более того, это очень дешевый экземпляр, поэтому если вам понравится то, что я буду показывать, а показывать я ее буду, естественно, в макросъемке, вы посмотрите до и после, как она наносится, что она делает. В общем-то, если вам понравится то, что вы увидите, то это действительно может стать открытием для вас. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот под видео. И давайте приступать, мне уже не терпится показать, что делает эта пудра. Сначала мне, конечно, хочется протестировать эту пудру под глазами, так как очень многие обзоры говорят о том, что она идеально подходит для бейкинга. И даже если у вас сухая зона под глазами и есть какие-то морщинки, все равно обещают, что это выглядит безупречно. Но мне, конечно же, хочется на своей шкурке это проверить. Кстати, в прямом смысле слова, на своей коже я буду это проверять. Я давно отказалась от бейкинга, потому что мне не нравится, как это выглядит. Это выглядит гораздо более сухо под глазами, нежели я просто закрепляю тонким слоем пудры, вот так вот спонжем под глазами. И именно поэтому я сегодня решила под одним глазом сделать бейкинг, а второй глаз просто закрепить тонким слоем пудры и потом сравнить, что мне нравится больше. А начать я хочу с консилера от Maybelline. У меня это оттенок номер 5, который светло-светло-розовый. И я наношу его по классике под глаза. А на остальное лицо сейчас быстро нанесу тонирующий крем Tushikla от YSL. И теперь настает момент истины. Давайте пробовать эту пудру. Упаковка у нее, конечно, если мягко выражаться, то олдскульная, очень узкоспециализированная. И я хочу, наверное, ее вот так вот на палитру немножко нанести и отсюда уже набирать. Вообще упаковка отвратительная, конечно. Я даже на нос немножко зашла, а с этой стороны просто очень тонким слоем пудры я сейчас закреплю все, в том числе и нос. Потому что, если вы помните обзор на этот тонирующий крем, я говорила, что мне больше всего нравится, когда я еще нос закрепляю пудрой. Тогда стойкость вообще феноменальная просто. И то же самое предлагаю сейчас на лбу сделать для того, чтобы по максимуму ее уже протестировать. Теперь мне нужно как-то занять время, пока у меня здесь все запекается. Поэтому расскажу вам о своих первых впечатлениях. Что касается вот этой зоны, то здесь все очень гладко. Прямо вот так вот вводишь пальцем и очень шелковистая текстура. Чем-то мне это напоминает Colourpop. Надеюсь, что все-таки результат будет получше, чем у Colourpop. Эта пудра неплохо сейчас смотрится у меня под вот этим глазом и на лбу. Но она не прозрачная. Она все-таки белая. И я уже неоднократно говорила, что когда используешь вот такие вот белые пудры, то, например, сквозь них намного сильнее начинают проглядывать вот эти вот пигментные пятна, которые до этого, мне кажется, даже были менее заметны. И я вот сейчас смотрю на лоб, и мне даже больше нравилось, как Faberlic выглядит вместе с этой тональной основой у меня на лбу. Как-то все-таки это менее становится похожим на кожу. То есть немножко видно такой вот как вельветовый припудренный финиш. Если вам именно это и нравится, и вы как раз в погоне за таким финишем, то вам, скорее всего, понравится эффект от этой пудры. Жду еще несколько минут перед тем, как смахнуть бейкинг, и мы с вами увидимся как раз к этому времени. Я решила время зря не терять, и пока сделала брови, но мы с вами уже готовы посмотреть, что же у нас там под этим бейкингом находится. Вообще, я надеюсь, что камера это сейчас улавливает. Мне вообще не нравится, как выглядит вот этот вот участок. Я не знаю, что будет, когда я смахну пудру, но сейчас этот участок выглядит как гусиная кожа. Хотя с этой стороны, в принципе, все нормально. Вы видите, да, когда я нанесла тонким слоем, вот текстура, наоборот, как загладилась, а с этой стороны вот эти пупырки все повылазили как будто наружу. И такое впечатление, что я сейчас смахну пудру, и они вот так вот текстурными и останутся. Ну, давайте, чтобы не быть голословной, наоборот, проверим это. Я, кстати, когда смахиваю бейкинг, я закрываю глаза, потому что если попадает это все в глаза, потом очень неприятно. Ну вот, я смахнула пудру, и, в принципе, не все так плохо, как я думала, но все равно мне кажется, что здесь с этой стороны текстура немножко больше подчеркнута, с этой стороны все немножко более гладко. То есть мне кажется, что вот этот способ все-таки немножко получше, чем вот этот. Ну и давайте сейчас немножко прервемся, я полностью закончу макияж, еще немножко лучше присмотрюсь ко всем зонам, где у меня нанесена пудра, и вернусь к вам уже для подведения финальных итогов. Макияж я закончила, и вы знаете, вот эта пудра реально меня впечатлила гораздо больше, чем я рассчитывала. У нее есть ряд преимуществ, которые действительно незаменимы в плане вот такого продукта, но для реальной жизни мне все-таки кажется, что она не совсем подходит. И для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю, посмотрите, как выглядит мое лицо сейчас. Мне кажется, что оно сейчас выглядит таким, как отфотошопленным, или как будто на нем какой-то есть такой софт, блюр, фильтр инстаграма или снапчата, то есть текстура кожи такая, как сглаженная, красивая. Но если я вам сейчас покажу, как это выглядит в реальной жизни при дневном освещении, и как раз вот вы сейчас можете на это посмотреть, то это выглядит, я не могу сказать, что плохо, но это выглядит гораздо более заметно. Например, если вы сейчас вернетесь и посмотрите мой тест-драйв на тональную основу YSL, и посмотрите кадры макросъемки именно этой тональной основы, то вы увидите, что она выглядит намного более натурально сама по себе или с очень-очень легким слоем другой какой-то пудры, нежели вот сейчас с RCMA. Что меня действительно поразило, так это то, что пудра действительно подходит для бейкинга, потому что я не могу сказать, что вот эта зона у меня как-то более сухо выглядит, нежели вот эта. Они в принципе выглядят одинаково. Я не могу сказать, что где-то есть какие-то отличия, то есть ею можно пользоваться как просто для закрепления макияжа, так и бейкинги ей делать, то есть она действительно не пересушивает кожу. По крайней мере, по тому, что я вижу сейчас, я не вижу каких-то отличий, мне вполне комфортно, я не чувствую, что эта зона пересушена. Напротив, она такая немножко более шелковистая. И так как RCMA это все-таки изначально профессиональный бренд для гримеров, то я вижу, почему она такая популярна именно в этой сфере, потому что действительно она очень круто закрепляет. Сейчас у меня нет ни одной зоны, которая была бы закреплена, но которая при этом бы блестела или выдавала какой-то жирный блеск. То есть закрепляет она действительно очень круто. Основные преимущества в чем? В том, что эта пудра круто все закрепляет и идеально красиво выглядит на камере. Если сейчас подсуммировать все мною сказанное, то она лучше всего подойдет для тех, у кого комбинированная или жирная кожа, потому что она мгновенно убирает жирный блеск, делает кожу матовой, вельветовой. Если вам такой финиш нравится, это однозначно ваш продукт. Ее бонус заключается в том, что она потрясающе выглядит при фото-видеосъемке. Если вы пользуетесь пудрой ежедневно и прям чувствуете в ней необходимость, что без пудры абсолютно никакая косметика не держится, тогда я бы сказала, вы можете обратить внимание на эту пудру. И особенно потому, что это очень большой объем, которого хватит на очень-очень-очень много времени, но в то же время она имеет очень бюджетную цену при этом. Станет ли эта пудра моим личным фаворитом? Не знаю, потому что вполне возможно, что я ее буду использовать как раз-таки вот в зоне носа и может быть вот здесь, потому что для меня ее особенность в том, что она сглаживает текстуру, и это прям реально заметно. Что касается остального лица, то, например, лоб я и больше закреплять не буду, потому что мне не очень нравится вот это более плотное ощущение на лбу, когда я знаю, что я могу либо вообще не закреплять, и в принципе все нормально, либо закрепить другими своими пудрами, и это выглядит более красиво. В общем-то, какие-то такие впечатления у меня от этой пудры. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы еще не купили эту пудру и сомневались, нужна она вам или нет, надеюсь, мое видео расставило все точки над «и». Если вам оно понравилось, конечно же, ставьте палец вверх, это очень помогает развитию моего канала, поэтому не забывайте это делать, не ленитесь, пожалуйста, если видео вам действительно понравилось. Также перед уходом не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконочку вот здесь вот. И я вам также оставлю другие какие-то мои видео, которые вы сможете сейчас посмотреть, а если вы их вдруг уже видели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.